2021 год был успешным для спортсменов Гагаузии и их наставников во многих видах спорта. Не один раз наши вольники, самбисты, боксеры и тяжелоатлеты, шашисты поднимали флаг страны на пьедестале почета на различных соревнованиях. Среди них чемпион по боксу Илья Аргату, Ева Ирегина защитила честь страны на международной арене по шашкам, Николай Грахмец, призер чемпионата Европы по вольной борьбе, Дарья Влах, чемпионка Молдовы по самбу, Федор Казанжи, чемпион по смешанным единоборствам. Анастасия и Екатерина Кольчик прославили Молдовы на международных аренах по тяжелой атлетике. Это лишь часть из тех, кого торжественно наградили. Башкан Гагаузии Ирина Влах вручила чемпионам дипломы и премии, отметив, что победы достигаются упорным трудом не за один день, а постоянными тренировками в зале под руководством опытных тренеров. Мы не видим вашей тренировки, ваш пот, вашу боль и, возможно, ваши слезы, когда что-то не получается. Я давно поняла, что спорт, любой вид спорта, это командная работа. Чем команда более едина, чем люди больше уважают друг друга, переживают друг за друга, поддерживают друг друга, тем результаты больше и выше. Блестяще выступили на чемпионатах страны волейболисты, баскетболисты и футболисты. Начальник управления молодежи и спорта Сергей Стоянаугла отметил заслуги ребят и их наставников. Минувший год принес нам новые спортивные достижения и победы, которыми мы можем вправе гордиться. Мы вместе одинаково радовались громким победам наших гагаузских спортсменов, как на республиканских, так и на международных соревнованиях. Вместе с тем переживали горечь обидных поражений. Эти победы были бы невозможны без напряженной работы десятков спортсменов и тренеров. Без помощи сотен людей, которые, не выходя на соревнования, упорно работают в зале бок о бок с чемпионами. Награждение спортсменов стало уже традицией, и многие из них не в первый раз получают награды. Для кого-то прошлый год был удачным, а для кого-то сложным. Кто-то мечтал о золоте и завоевал, для кого-то и серебро стало первым достижением. Год был довольно-таки успешный. Мы поехали на чемпионат Молдовы, все приехали с призовыми местами. Мы готовились, он был тяжелый. Но каждый остался довольным результатом и понял, что работал не зря. Для меня самое обидное поражение – это на чемпионате Молдовы в 2019 году. Тогда я провел очень равный поединок в полуфинале. И дали победу моему противнику. Я так бы и не думал, что он победил меня. И это было очень обидно. И благодаря этому поражению я двигался дальше и развивался. И вот я сейчас здесь. Я со своей сокомандницей. Мы стали участницами, даже призерами чемпионата Европы в баскетболу. В прошлом году, в 2021, заняли третье место в Андорре. Это, наверное, итог тяжелого труда на протяжении шести лет моей команды и моего любимого тренера Кынчева Эдуарта Ивановича. Мы стремились к этому, мы старались, мы работали над этим немалое количество времени. И благодаря нашему тренеру, который вложил в нас столько труда, мы при помощи нашей сплоченности достигли такого успеха. И надеюсь, что и село, и вся Гагузия годится нами. Ни одна победа не может быть достигнута без усиленных и ежедневных тренировок. А для этого нужны профессиональные кадры. Тренеры вкладывают не только душу, но и все свои умения, чтобы воспитать хороших людей и опытных спортсменов. Каждый год этот праздник проводится в столь тяжелое время, и с полком находит средства. И, конечно же, спасибо организаторам. А я надеюсь, что этот праздник воодушевляет только наших ребят, чтобы достигать высокие результаты на мировой и на европейской арене. У нас уже по Гагаузии есть очень яркие примеры. Я надеюсь, что ребята будут только стремиться. Разрешите поздравить всех сидящих здесь в зале. В основном ребят. Ребята, запомните, не будет вас, не будет и нас, тренеров, здесь. Не будет тренеров, не будет руководителей спортивных школ. Не будет спортивных школ, не будет управления. Так что запомните, что вы – это самое основное, вы – ядро, вы – виновники всему. Поздравляю вас еще раз. Несмотря на то, что этот спортивный год только начался, спортсмены Гагаузии уже завоевали ряд наград на европейской арене по муай-тай, вольной борьбе, чемпионатах страны по боксу. После награждения два спортсмена Николай Грахмес и Александр Романов поехали на чемпионат Европы по вольной борьбе и греплингу. Гагаузия ждет от ребят высоких наград. Ленеда Канцер, Григорий Ставилов, ГРТ Новости.